Рубль отправился на дно. Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжают расти на фоне расширения антироссийских санкций США. Так, стоимость евро превысила 78 рублей, а доллар пробил отметку 63 рубля, свидетельствуют данные московской биржи. Максимальное значение для пары евро-рубль в ходе торгов 10 апреля составило 78,42 рубля. Последний раз курс европейской валюты достигал таких значений 6 апреля 2016 года. Доллар обновил свой максимум двухлетней давности, составив 63,55 рубля. По состоянию на 12,18 по московскому времени евро торговался за 77,39 рубля. Доллар 62,81 рубля. Официальный курс Банка России на среду 11 апреля составил 62,38 рубля за доллар и 76,85 рубля за единицу европейской валюты. В условиях высокой волатильности курса национальной валюты становится особенно актуален проект указаний АЦБ, вынесенный на общественные обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов. Так, регулятор хочет внести изменения в инструкцию 136, обязав банки фиксировать курс обмена сразу после получения устного согласия клиента на сделку. Резкое падение курса рубля к евро и доллару происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций США. Как сообщает коммерсант, в ближайшее время Вашингтон обсудит новые ограничительные меры, связанные с сообщениями об использовании химического оружия в Сирии. Санкции также негативно ударили по российскому фондовому рынку, в результате чего крупнейшие российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов. В частности, состояние гендиректора Норильского Никеля Владимира Потанина сократилось на 2,25 миллиарда долларов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Субтитры создавал DimaTorzok